Привет, друзья! Микаэла, или как её называли друзья, Мика, прожила всего 41 год. За это время она успела сняться более чем в 40 фильмах, за витриной универмага, добровольце, дайте жалобную книгу, семь нянек, бег, мимино и других. Её голос знал весь союз. Гроздовской озвучивали героинь известных французских комедий. Семейная жизнь Микаэлы тоже складывалась удачно. Она вышла замуж за известного кардиолога-доктора медицинских наук Вадима Смоленского, у супругов родились две дочери Дарья и Ника. Семья была обеспеченной, жила в хорошей квартире, а с бытом Мике помогали няня и домработница. Дом всегда был полон гостей, там нередко бывали знаменитости сценаристка и актриса Лариса Шипитько, режиссёры Лем Климов, поэтесса Белла Ахмадулина, итальянские режиссёры Микеланджело Антониони и Тонина Гуэра. А в 1978 году случилась трагедия. Говорят, Микаэла её предвидела, за несколько месяцев до своей смерти она ни с того ни с сего попросила подругу Аллу Будницкую позаботиться о своей младшей дочери Даше, если с ней, Никой, что-нибудь случится. А осенью Дроздовская уехала на съёмки в Орджоникидзе. Дом, где ночевала актриса, не отапливался. Чтобы согреться, Микаэла включила осветительные приборы, сама прилегла на кровать и накрылась одеялом. Когда женщина уснула, одеяло сползло на раскалённую лампу и начало тлеть. Комната наполнилась угарным газом, и когда начался пожар, Дроздовская была уже без сознания. Увидев дым, прибежали участники съёмочной группы, выбили дверь, вытащили женщину на воздух. Актриса получила чудовищные ожоги, и врачи не смогли её спасти. Умерла Микаэла в страшных муках. Дочь Дроздовской Дарья рассказывала, что через год после смерти Микки её муж сошёлся с другой женщиной. Нику забрала приятельница Дроздовской, Даша осталась жить с отцом и его новой женой. Однако через год её забрала Алла Будницкая, так она исполнила обещание, данное подруге незадолго до смерти. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.